всем еще раз здравствуйте и у нас сегодня очередное видео по сантехники по рубрике сантехника для всех и так пользуюсь таскать случаем такая ванна замечательно ну ладно это сейчас вот типичный двухместный номер на 13 этаже таких облаков в москве давным-давно не было перевые или ватной как называют да ну что ближе к делам значит тема у нас сегодня такая как закрепить смеситель то есть не снимая его да а как его не снимешь он устанавливается именно так подтянуть скажем так закрепить или подтянуть вот видите болтается почему во первых начинает болтаться здесь стоит колечко бывает что прокладка виде уплотнительное такое кольцо вот она бывает проседает он чтобы от не из резины типа пластика но скорее всего большей части своей не из-за этого а из-за того что делают монтаж непрофессионалы и вообще те люди которые далеки от качества производства там и не отвечает за свой труд понимаете да о чем я вот и так как нам это сделать нам проблемно то есть вы уже на этом сэкономите по минимуму от тысячи по крайней мере а может быть и больше скорее всего больше значит смесителя эти комплектовка по момента как-то показывал там идет бывает центральный ворачивается шток с резьбой вот и гайка бывает на 13 на 8 то есть ключ на на 13 резьба м8 бывает на 14 часто бывает на резьба м6 ключи 10 вот то есть бывает по 2 бывает одна вот встречается и так и так смотря какой производитель вот в данном случае я уже знаю что там болтик один там своего рода стоит такая подковка виде подковки такое такая упорная полушайба такая вот с отверстием и поджимы поджимную резиновая резиновая прокладочка все вот то есть монтируют вот допустим из-за чего еще сейчас придется лезть под мойку видите и сразу заделываются бывает часто продают уже прям с монтажом то есть монтируют сразу после уже делают мойку то есть разбирать час для того чтобы подтянуть сами понимаете да сколько это работы и это совсем не нужно цена вопроса две-три минуты для этого у вас хозяйстве кстати сказать это сделать может любой любой и школьник и девушка хозяйка кто хочет вернее порой вынужден да вот для этого хозяйстве в любом строительном магазине купите набор торцовых ключей они вот такие вот или трубчатые ключи он правильно называть торцевой вот есть вот такие они продаются в наборах вот хочу заметить что ключи должны быть сквозные вот такие вот покупайте именно сквозной вот нам сейчас понадобится вот этот ключ почему сквозной потому что резьба там торчит болт он длинный вот он длинный и вот эти вот обжимки видите обжимы вот смотрите видите их надо или пробивать но проще лучше купить вот вот такой ключ это советский поэтому с умом сделан у меня почти весь инструмент советский остался вот так как газовый ключ многим сейчас пользуется многие нет первый номер вот именно советский от 10 до 36 и тоже значит имейте вот такие вот ключи можно есть головки длинные накидные сквозные но это уже сложнее проще купите набор вот таких ключей там идут от 8 10 вот 8 10 самые простые на 12 13 13 14 вот этот на 12 на 13 нам нужно будет на 13 вот потому что гайка там именно на 13 миллиметров бывает на 14 ключи такие в продаже есть стоит недорого вот буквально вот эти два ключа или этот или этот или этот решит вам эту проблемку вот значит дальше что налобный фонарик если лезть под низ а под низ нам лезть сейчас придется налобный фонарик любой дешевый чтобы у вас руки были свободны не заняты вот если такой фонарик то что поделаешь придется брать зубы вот такой вот это мой работе дальше любой любой болтик или что-то то что вам надо вороток одним словом сейчас что ему здесь подберу я заранее не готовлю видосы например вот такой длинный болт на сотку может нет и восьмидесятка скорее вот резьба м6 но это неважно берете просто вот вставляется виски можно что-то покороче одеваете фонарь одеваете фонарь и лезете под низ сейчас покажу так ну вот у нас продолжение берем наш ключик торцовый кстати много крутить не надо буквально там бывает что пол обороте к и заворачиваем подтягиваем все то есть там сильно очень тянуть не нужно вот все гайка уперлась чуть-чуть подтянули и достаточно так ну что все порядок работа сделано и заняла всего где-то минуту от силы не спеша больше подготовка так что завершение нашего очередного видео поделюсь своим мнением и этой истиной что такое есть мастерство наличие инструмента и умение им пользоваться запомните это все гораздо проще чем думаете стоит только попробовать и скажите да не может быть все так просто все просто на самом деле все гораздо проще нужно просто взяться и попробовать вот то есть еще раз напомню помимо того что дома нужно иметь набор инструментов прям комплекты да то есть разводной ключик это мелкие у меня покрупнее есть хотя бы до гаек которые здесь все от руки хотя бы гаек до которых крепится смеситель вот до 36 растягивать спокойно есть небольшие вот называется порой шведик еще вот ключи разные вот набор таких набор головок если хотите в принципе это не важно есть кстати вот такие головки одеваются на ручку типа отвертки да то есть головка на магнитике одевается тоже очень удобно туда подлезть очень удобно вот так же прекрасно подтяните вот это как вариант тут просто чтобы лишнее не таскать вот по газовым ключам не знаю это мой старый ключ еще со ЗЛК обычно их должно быть два но я работаю это первый номер а есть еще и номер один ой номер 05 вот такой вот тоже советский 05 то есть есть двойка самый похожи 1 и 2 по моему самые такие ходовые вот ну вот наверное все ну то есть набором мы с нехитрым набором инструмента любой хозяин хозяйка и даже принципе ребенок все это может сделать сам так как в таком же положении ставится смеситель без вопросов то же самое меняется вот только то что там надо будет привернуть а шланги гибкой подводки не все и закрепить все так же ничего хитрого нет но за смесителя за эти за установку демонтаж монтаж берут часто очень кругленькие суммы вот секретов я тут никаких таких не раскрыл и хлеба у слесарей не отнял вот потому что люди есть большинстве своем ноги си не могут это позволить и вызвать слесаря за деньги вот как правило у жекорских слесарей работает так полно заявки с заявками куча работы там и без смесителей им хватает поверьте так что попробуйте сами вот для чего собственно и создано была эта тема сантехника для всех желаю вам всех благ до свидания всего самого лучшего до будущих видео